в общем приходим с хлебушком и будет вам счастье так по поводу моря смотрите вот там вот дальше я так понимаю риф вот что такое кокос за 200 рупий сейчас посмотрел google карты ну и мне конечно немножко стыдно это всем добрый день вы на канале градус лето мы по-прежнему в шри-ланке хикадуви как местные говорят хикадува на этот на финский манер у них это произношение как оказалось нужно правильно смотрите мы пришли на пляж сегодня ну который недалеко от моста на котором написано любовь если кто знает я потом сниму когда мы домой пойдем тут есть отель потом есть ресторан посейдон вот здесь возят на дайвинг-дайвинг-клуб вот ребят собираются лодки стоят сейчас кто-то поплывет на дайвинг так по поводу моря смотрите вот там вот дальше я так понимаю риф волна вот там разбивается здесь тишина немножко течение есть но она вдоль берега совсем немножко вода очень чистая сегодня с утра в принципе как и всегда на пляжах но не на всех кстати здесь чисто вот и теплая и народу так сказать немного ну то есть нет никакой инфраструктуры в плане лежаков и зонтиков поэтому мы все взяли с собой лежачок и зонтик да катер конечно не маленький а вот здесь буквально в нескольких метрах прям возле берега можно понырять по снорхи рыбок посмотреть маски на прокат дают сейчас мы поближе подойдем а Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Сегодня что-то местных много Праздник какой-то что ли у них Вот они там возле берега Веселятся Так, вот здесь вот в этой палатке Под соломенной крышей Сдают на прокат маски Вон они висят на дереве На красивом Там дальше Ну сейчас дальше пройдем Вот это место получается Где можно понырять и рыбок посмотреть Сейчас к берегу подойдем Может быть и так их увидим Потому что я сейчас снимал подводные камеры Их тут предостаточно Вон люди ныряют Буквально недалеко Там даже и не глубоко Там можно просто стоять Вот их видно этих рыбок немножко Которые вдоль берега плавают Видите, наверное, да? Их тут полно Вот, а теперь Интересный момент Я тут нырял сейчас А девушка А, вот, большие рыбы Стояла, кормила хлебом Возле нее было миллион этих рыбок Вон их кормят Кстати Кстати, вот их кормят Смотрите, сколько их Тучи просто А там вообще миллионы Там дальше Так, сейчас попробую в воду зайти Телефон бы не вранить И, в принципе, по пояс Смотрите, сколько Офигеть Какие хотите И черные И белые И синие В общем, приходим с хлебушком И будет вам счастье Вон у дяденьки Какой батон Огромный О, много их Ничего себе Ну и получается Там их еще больше На рифе Боишься? А что ты? Вон их прям с руки Он кормит О, красота какая И этот с руки кормит Но это не я их напугал Что-то кто-то их пугает Вон там вообще Какой подплыл Красивый Блин, отсюда Не видно, наверное О, с накрашенными Классно Блин, попросите у него хлеба, что ли Чтобы А можно мне чуть-чуть Дайте Можно мне чуть-чуть Я тоже покормлю О, спасибо Ну-ка Я покормлю Рыбок Так В следующий раз сюда идем С хлебом Обязательно Слушайте Красота Какая Вот здесь нырять С подводной камеры Одно раздолье Очень много их Так, ладно Не будем Не будем мешать людям Развлекаться В следующий раз возьмем хлеб Сами развлечемся Ну, пляж классный Что уж говорить Сейчас дальше Немножко пройдем Тут тоже Вон повдоль заборов Люди расположились Солнышко Начинает припекать Начинает греть Хорошо, что мы взяли С собой зонтик Наш хозяин отеля Наш золотой хозяин отеля Любезно нам Предоставил зонтик И мы им, естественно, пользуемся Вещь незаменимая Если ехать на Необорудованные дикие пляжи Вообще классно А вот люди готовятся к дайвингу Снаряжение Проверяются Баллоны, давление Все как положено Маски, загубники Как это у них называется? Я не специалист Ну, фильмы смотрели мы Про эти моменты Блин, жарко становится Надо пойти Намазаться кремом А вот тут лодочки Наверное Рыбацкие или какие стоят Да, местных сегодня много Но это здорово, конечно Погода сегодня просто класс Кстати, вот женщины Ходят по пляжу Носят вот эти покрывала Они стоят чуть-чуть дороже Чем в магазинах Потому что здесь Она просит 2000 за него А в магазине мы сторговали За полторы То есть разница небольшая Ну, как сторговались? Она сразу сказала 1800 И сильно не торговалась Мы предложили полторы Ну, все хорошо, окей То есть не было никаких возражений Нет Это дешево Просто отдали и все Поэтому в разумных пределах Торговаться, конечно, можно И надо понимать, что на пляже В любом случае Все будет дороже Все Не важно, что Тот же кокос Вот он на пляже стоит 200 рупий Блин, ну это недорого Тем более по нашим Прайд Райс Тоже какой-то ресторан Снорклинг Трип Фишинг Трип А, ну вот В аренду сдают маски Тут бар сразу На пляже В общем, по нашим меркам 200 рупий Если переводить Ну, вы же понимаете Что это Вообще ни о чем Нету Нету у нас таких цен Вот что такое кокос За 200 рупий Вот в аренду сдают маски Маски, весла Весла зачем? Не знаю На лодке, наверное, плавать Потому что у них каяки какие-то Так, продолжаем Про кокос Развивать тему Тема кокоса Вот по нашим Ценам Кокос Он вообще ничего не стоит Это получается даром Да, их здесь много Их здесь очень много Этих кокосов В гостинице нам вообще Бесплатно срывали В отеле Вот Поэтому Просто я хотел сказать Что на пляже Будет все дороже Вот он здесь стоит 200 рупий Это не дороже А По трассе мы ехали Мы покупали за 60 рупий То есть это в три раза дешевле Чем на пляже Вот и вся разница Так Вот ребята пошли На лодку Сейчас они поплывут Туда За риф Дальше Красоту Будут Наблюдать Мы сидим Вот В этом замечательном Месте Даже собакам хорошо Вырыли себе ямки И лежат В тени Кстати Не жарко Мы вот Расположились В таком месте Забор Скорее всего Так Garden On Sear Beach Villa А ну да Вон Написано Частная территория А здесь уже Не частная Поэтому Над этим забором Мы и расположились Кстати Надо спросить Сколько вот это покрывало Красиво стоит Вот она носит Оно какое-то Нестандартное Надо подойти Узнать цену Красивая Может недорого Так Народ прибывает 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 Это и не мудрено Потому что В 11 часов Отключат свет На 2 часа К сожалению Это будет происходить Каждый день И вечером Еще свет у нас Отключают С Пол седьмого До пол девятого Вот такая вот Ситуация На Шри-Ланке Проблема с топливом Нечем топить ТЭЦ Как я читал В группах Люди пишут Которые здесь Живут Вот такая проблема Будет пока Пока каждый день А вот и приплыли Посейдон Дайвинг стейшн Наверное уже нанырялись Смотрите какие двигатели У катера Нихренно Да Это наверное Интересно Нырять Если вы видели Тут столько рыбок Я представляю Что там творится Там не только Наверное рыбки А рыбы Классно Сейчас они ее Привяжут Не ее А в смысле Его Катер Это даже не катер Это похоже Катамаран Катамаран Две лодки Посередине палубы Ну да Не маленький Вот мы сейчас Здесь плавали Нас немножко Подвинули Они пришвартовались Вот что значит Машину брать На прокат И ездить От того места Где ты живешь Ну я имею ввиду Вот мы живем Сейчас в отеле Финланга Я сейчас посмотрел Гугл карты Ну и мне конечно Немножко стыдно Это и есть Хикадува бич Общественный пляж А мы живем Вот напротив Буквально Через дорогу Перейти У нас отель Да Ребят Это к вопросу К вопросу о том Что сначала Информацию Все нужно проверять Смотреть по месту Где вы живете Почему мы сразу Сюда не приходили Не знаю Но мне очень нравится Ну нам в смысле Очень нравится Ну круто здесь Что говорить Вода чистая Вон рыбок Сколько Плавает Видели да Дайвинг есть Кафешки есть Все что хочешь есть Купайся не хочу С детьми тоже можно Потому что тут Ну не глубоко Вот здесь например Да смотрите Тут вообще огорожено Вон буйками Спасатели есть На пляже Если что Вот там дальше Тоже какой-то Пляж Интересный Слушайте А это Наверное Тортл бич О так До него пешком Можно дойти Точно Вот как оказалось Локация какая Интересная Хикадуа бич Тортл бич Вон он Все оно рядом Можно пешочком Пройтись Прогуляться Посмотреть на всю Эту красоту Но мы наверное Все таки Сюда будем ходить По утрам Там где мы Расположились Там такая Классная тень Вот Зонтик Даже пока Нам Не пригодился Сейчас народ Начнет расходиться На обеды И чтобы Пересидеть Вот эту жару Нам жара Не помеха Абсолютно Нам нравится Когда жарко По поводу Крема Ну не знаю В первые дни Конечно Первые 2-3 дня У нас крем Тридцатка Всего лишь Ну мы Хотя возим с собой Часто возили Полтинник То есть у нас И полтинник есть И тридцатка Но когда Куда-то приезжаем На море Мы Мажемся Первые там 2 дня Три дня Полтинником Потом немножко Кожа привыкает Чуть-чуть Подзагораешь И все И потом Мажешься Тридцаткой В этот раз Мы привезли Только тридцатку Потому что У нас еще Турецкий загар Немножко остался Вот Ну и в первые 2 дня Конечно Экваториальное Солнышко Нас немножко Прижало Но мы не сгорели Абсолютно Даже Как сказать Пантенолом Только чуть-чуть Руки мазали И то Только руки Потому что Ни голова Ничего Все нормально Ни спина Слушайте Ну красиво Смотрите Я вот сколько прошел Вообще четко Прям огонь Вот И Сколько Мнений Да вот Люди Которые здесь Местные Приезжают На зимовки Да нет Тут только Семидесятка Нужна Восьмидесятка Нужна Иначе Там Тридцатка Вам не Подойдет От тридцатки Вы сгорите Днем Не надо Быть на пляже Ну может быть Может быть Кому как Нам как оказалось Тридцатка Подойдет Днем На пляже Мы можем быть Но Если что Конечно Подстраховаться Надо Если вы сюда едете Лучше Прям вот Реально Не меньше Полтинника Вести На первые Несколько дней Чтобы не ходить Потом в этих Белых Иван Рубахах И не плакать Вечером От солнечных Ожогов Сегодняшний день У нас Неожиданно Подошел К концу Смотрите Пляж Вообще Никого нет Дочь Пошел Причем Сначала Он Чуть-чуть Пошел Потом Закончился А теперь Вообще Начал Лить Ну и мы Тоже Наверное Пойдем Домой Ух ты Зарядил Как Придется Наверное Чуть-чуть Подождать Ладно Тут под крышей Сейчас Постоим Местным То все Равно Вон А нам Блин Рюкзак Кащить Там Телефоны И все Остальное В общем Пляж Отличный Как оказалось Почему мы Раньше Сюда Не ходили Я понять Ничего не могу Теперь будем Ходить каждый День Потому Потому Что Это Круто И Здесь Тоже Никого Нет В общем На сегодня Все Всем До свидания